Ас-саляму алейкум. Завтра предстоит нам очень важный матч. Впервые в современной истории Узбекистана матч Лиги Чемпионов будет проводиться на Мангане, на стадионе Новобахор. Два года назад возглавить Новобахор мы с уважаемым Хакимом области ставили задачу реанимации бренда и вернуть Новобахор в лидирующие позиции узбекского футбола, а также чтобы Новобахор занимал важную часть в истории азиатского футбола. Отчасти нам эта задача удалась. Сегодня Новобахор в элите узбекского футбола борется за самые высокие места, а также представляет страну в Лиге Чемпионов. Что касается завтрашнего матча, то, наверное, у некоторых обманчивое мнение о команде Мумбай. Скажу вам откровенно, изучив эту команду, я могу однозначно сказать, что первый матч, где они проиграли со счетом 2-0, может вызвать обманчивое мнение об этой команде. По всем технико-тактическим метрикам команда из Мумбаи полностью переиграла иранскую команду, создав огромное количество, причем по всем компонентам игры, создав огромное количество моментов. Два подхода, два удара, и отчасти везение позволило команде из Ирана обыграть. Поэтому со всей ответственностью говорю, что мы серьезно готовимся к завтрашнему матчу, и это как этап в нашей, скажем так, локальной задаче, готовиться к каждой игре, дабы решить задачу выхода из группы. Первое, что хотелось бы отметить, конечно, сейчас разгар сезона, естественно, накопилась усталость, и, соответственно, есть и травмы, но к завтрашней игре, я думаю, все ребята, отчасти те, на кого мы планируем, я думаю, что выйдут на поле и постараемся, чтобы завтра в оптимальном составе сыграть. Ну, а по поводу ответственности и возможности, ну, на Бахор сегодня это команда с амбициями, и постараемся не быть статистами в играх Лиги Чемпионов, а радовать наших болельщиков и добиваться нужного для нас результата. А результат, он очевиден, это выход из группы. Первое, что хотелось бы отметить о команде соперников, ну, они, скажем так, уже имеют опыт выступления в Лиге Чемпионов, и вот крайние выступления достаточно солидно, второе место заняли в группе. Что такое сегодня команда Мумбаи? Это, в первую очередь, базовый клуб сборной Индии. Здесь собраны фактически лидеры национальной сборной, а также играет ряд европейских футболистов, которые хороший опыт получили в хороших чемпионатах европейских. Поэтому серьезные соперники по качеству игры, хочу сказать то, что они показали в первом туре группового этапа, а также в двух турах чемпионата, мы видим, что это достаточно квалифицированная команда, и она ровная во всех линиях. Поэтому, соответственно, изучая соперника, готовясь, мы будем это иметь в виду, учитывая наши возможности, которые и нашу стратегию на завтрашний матч. Первое, что хотелось бы отметить, я уже неоднократно подчеркивал, что проходных игр в Лиге Чемпионов нет. Здесь каждая команда, она амбициозна, она укомплектована соответственно. Если мы берем даже чисто статистические данные, то Мумбаи по сравнению с прошлым годом очень серьезно изменился. В первую очередь, это приглашение легионеров и других более качественных футболистов чемпионата Индии. Поэтому здесь проходных игр нет, а учитывая тот класс и качество, которые сегодня есть, я думаю, что и команда Мумбаи ставит перед собой целью выхода из группы или добиваться максимальных результатов. Повторюсь, анализируя игру первого круга, первого тура в группе, мы очевидны, что это очень серьезная команда, и они полностью переиграли команду из Ирана. По всем технико-тактическим данным, по всем. Поэтому серьезные соперники, соответственно, и мы тоже со всей ответственностью готовимся к этому матчу. Что касается фаворита, ну это однозначно Альхилал, Саудовская Аравия, даже на первой пресс-конференции я сказал, команда укомплектована игроками национальных сборных, команда укомплектована игроками мирового уровня и лидеров своих сборных, которые также являются топовыми командами национальной сборной, там Бразилии, Сербии. Вот, поэтому здесь однозначно, а то, что дальше, я думаю, у всех есть равные шансы, у нас, у Мумбаева, у Иранской команды. Поэтому футбол – это очень интересный вид спорта, где особенно современное проявление, то, что каждая команда может отобрать очки, потому что, если даже класс команды очевиден, то есть другой, очень важный фактор – это тактическая подготовка команды. Ну, то, что мы видели, например, в исполнении нашей команды, Саудовская Аравия. Поэтому у каждой команды есть шанс добиваться результатов. Ну, а по чисто, так, качествам и исполнителям, конечно, сегодня выделяется Альхилал в нашей группе. Альхилал в нашей группе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!